Что такое дачная амнистия? Дачная амнистия – это упрощенный порядок постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности гражданинам построенных или реконструированных объектов недвижимости. Дачная амнистия, согласно закону города Севастополя, действует до 1 января 2023 года. Однако с августа 2018 года необходимо уведомлять о строительстве жилых и садовых домов орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство в нашем случае – это Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя. Несоблюдение данного уведомительного порядка может повлечь признание в судебном порядке такого объекта недвижимости, подлежащий сносу самовольной постройкой. Какие документы необходимы для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности? Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права на объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом осуществляется на основании правоустанавливающего документа на земельный участок и технического плана на дом, составленного на основании декларации о таких объектах недвижимости. Форма декларации приведена в приложении к приказу Минэкономразвития России от 18 декабря 2015 года номер 953 и является общей для всех объектов, по которым она заполняется. Есть ли особенности при регистрации права собственности на дом? Государственный кадастровый учет или государственная регистрация права на созданные или реконструированные объекты индивидуального жилищного строительства или садовые дома могут быть осуществлены по дачной амнистии только в том случае, если Площадь созданного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома составляет не более 300 квадратных метров Количество надземных этажей объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома составляет не более трех Что нужно, чтобы построить индивидуальный жилой дом, а затем зарегистрировать право на него в общем порядке? Строительство объектов индивидуального жилищного строительства осуществляется по согласованию с органом государственной власти и местного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство. В Севастополе это Департамент архитектуры и градостроительства. До начала строительства в этот орган следует направить уведомление о планируемом строительстве с приложением таких документов. Это правоустанавливающий документ на земельный участок. Если используется типовое архитектурное решение, указать на это. И описание внешнего облика объекта недвижимости в текстовой и графической форме, если объект расположен в границах территории исторического поселения. Данные документы рассматриваются в течение 7 дней. Заявителю направляется уведомление о соответствии либо несоответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметром и допустимости размещения такого объекта на земельном участке. Получение уведомления о соответствии является согласованием строительства и дает застройщику право строить дом в течение 10 лет. Причем указанное право сохраняется и при переходе прав на земельный участок и объект недвижимости. После того, как дом будет построен, в течение месяца необходимо направить уведомление об окончании строительства и технический план построенного объекта все в архитектуру, либо же самостоятельно обратиться все в реестр. Куда обращаться за изготовлением технического плана? Обращаться необходимо к профильным специалистам, кадастровым инженерам, которые проведут обмеры, вычислят точные координаты дома и составят технический план. Кто такой кадастровый инженер и где можно его найти? Кадастровый инженер – это физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров, сдавший экзамен и получивший аттестат на осуществление кадастровой деятельности. Как правило, кадастровые инженеры выступают как индивидуальные предприниматели и, соответственно, выполняют работу на основании договора подряда за определенную плату. Государственных кадастровых инженеров – нет. С перечнем кадастровых инженеров, осуществляющих деятельность на территории города, можно ознакомиться на официальном сайте Управления государственной регистрации права и кадастро Севастополя. Что делать, если у человека не принимают документы для регистрации права собственности? Действия, бездействия МФЦ или Севреестра можно обжаловать в суд, а также прокуратуру города. Редактор субтитров А.Семкин